Продолжаем разговор на тему счастья, формирование у нас навыков счастливой жизни. Хорошие друзья, как сказал Вилл Дюрант, друзья полезны не только потому, что они будут слушать нас, выслушают нас, но и потому, что они посмеются над нами. Благодаря им мы учимся быть немного более объективными, немного более скромными и немного более вежливыми. Мы учимся правилам жизни и становимся лучшими игроками в игре жизни. Вот очень мудрые слова. Дружба, дружба. Это когда над нами могут посмеяться. И действительно я, например, вот я вспоминаю своего преподавателя английского языка, когда у американца с потрясающим чувством юмора, это вот сарказм высшей пробы. И сарказм высшей пробы, и чувство юмора. Но больше у него сарказма было, да. Но тем не менее, он пользовался любой возможностью, чтобы посмеяться над нами. Практически над каждым. Над кем-то он больше смеялся, над кем-то меньше. Но вот я помню, что несколько было таких вот шуток в мой адрес. И я ему благодарен за это, потому что я мог посмеяться над собой. То есть сама возможность посмеяться, это уже радость. А посмеяться над собой, это двойная радость. Вот для чего нужны друзья. И в этот момент, да, у меня было ощущение, что преподаватель мой друг. Было такое ощущение, действительно. Хотя образование, оно вот, ну как бы там, ну роли. У учитель, ученик, все очень заняты. У каждого своя жизнь. И, как правило, люди не общаются после окончания там курсов, да. Но вот ощущение такое есть. То есть дружба, дружба настоящая, она предполагает, что друзья смеются друг над другом. Это здорово, это круто. Если вы боитесь, что над вами посмеются, скорее всего, вы просто, ну не готовы быть другом. Не хотите быть другом. И социальные навыки у вас очень слабые. Очень слабые. И вы не хотите быть объективными. Не хотите быть скромными и вежливыми. Может быть, по форме, может быть, как-то внешне вы пытаетесь быть такими, но это не подлинное желание. Любой страх, это страх. Вот страх очень мешает. Каким я буду выглядеть в глазах других, да. Если надо мной посмеются, что это значит, что я хуже других. О, то есть это болезненное проявление эгоизма, эгоизм, эгоизм. Субъективность такая, да. Желание, может быть, казаться себе не то, что лучше. Нет, не лучше. А казаться, казаться, просто казаться каким-то. Вот. Иллюзия всегда проигрывает реальности. Какая-то принцесса сказала, то ли малазийская, то ли еще, я не помню. Что реальность богаче любых наших иллюзий. И вот женщина стала принцессой, и она это сказала. То есть мы даже действительно не можем себе многого представить. Или как вот того, что в реальности может произойти. И вот Юваль Харари в одном интервью своем сказал, что он себе даже представить не мог, что он станет таким популярным автором, автором бестселлеров, всемирно известным писателем, да, историком. Не мог себе представить. А вот так вот выстрелила его книга. И теперь он на расхват. Все его хотят интервьюировать. Вот. Подлинно интеллектуальный человек. Ну что там цитируют каких-то известных людей, которые бред говорят, да. А это действительно ученый. И вот ум, он... Но отшлифован научным подходом. Вот такое научное мировоззрение. То, что он говорит, это все обдумано, продумано. Вот что здорово. Это не предположение. Это его мысли, результат, результат, размышлений. Долгий, да. Вот. Так что, вот это здорово. Умение посмеяться над собой. Да. А мы вежливыми становимся, более скромными. Вообще скромность. Вот, конечно, сейчас скромность кажется чем-то таким, каким-то конкурентным провалом, да, может быть. Но мы видим, нам показывают просто людей с расстройством личности, да. Ну, как правило, какое нарциссическое, да, вот эти артисты, например, эти воры времени, да, вот самые популярные, понимаете. Умный человек не может быть популярным. Я вот к этому выводу пришел. Не может быть умный человек популярным. Популярные люди небольшого ума. Это неплохо тоже, потому что они могут развлекать, например, да. И вот тот же Сальвадор Дали, например, вызывал очень противоречивые чувства. С одной стороны, я его читаю, мне очень нравится то, что он пишет, это такое критическое мышление. Даже не ожидал от него. И там участие его в шоу разных, где он просто умножает абсурд жизни, да. Вот, но все равно он мне нравится Дали, потому что это тоже шутовство разное бывает. Разное шутовство бывает. Это отдельная тема, большая, очень интересная, да. Может быть, поговорим как-нибудь. Вообще, мне хочется поговорить об остроумии и о шутовстве, о скоморошестве, вот этой роли абсурдного в жизни нашей и такого карнавала с мехового начала есть. Это очень интересная тема тоже. И в качестве, там, психотерапии, вот как метода психотерапии. Сегодня говорим о счастье, о счастье, да. Так вот, и о дружбе. Так вот, скромность, скромность на самом деле это очень круто. Очень круто. Она очень много удовольствия приносит. Потому что скромность, это, она предполагает, что ты открыт. Ты готов принимать других. И мы сейчас увидим, чем это полезно. И вот способность над собой посмеяться очень, очень ценная. Очень ценная. Это понимаешь со временем. То есть у тебя еще больше возможностей для того, чтобы радоваться жизни. Раньше ты смеялся над другими. Теперь ты смеешься над другими и над собой. Еще больше радости. Это очень ценное качество смех. Потому что, ну мы знаем, я уже рассказывал, да, что, например, дети постоянно смеются, улыбаются. Взрослые делают это очень редко. Это очень нашу жизнь, это делает нашу жизнь тяжелой, тягомотной, такой, бременем. Вот. А друзья помогают нам вот посмеяться. Мы часто не видим себя со стороны. Так что, это здорово. И мы становимся более объективными, да, смех делает объективным. Вот. И эта фраза замечательная, что стало смешным, перестало быть опасным. Да. Мы способны посмеяться, и опасностей становится меньше. Мы чувствуем себя в безопасности. То есть мы более объективно относимся. А страхи, они что, фантомны, да? Страхи, они берутся из головы. И, конечно, правила жизни. Как жить среди людей? Вот. Мы становимся лучшими игроками. И все хотят играть. Конечно, в эти игры, но... Кто хочет уметь лавировать, делать карьеру, добиваться каких-то социальных успехов, для тех это будет полезно. Хорошие друзья могут заставить вас чувствовать себя потрясающе. Потрясающе. Они добавляют ценность в вашу жизнь и делают вас счастливыми. Они делают жизнь ценной, да? То есть они помогают, друзья, помогают относиться к жизни как к тому, что стоит прожить. Вот главный вопрос философии какой? Стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить? Вот для психологии ясно, что жизнь стоит это. И как сделать жизнь такой, чтобы стоило ее прожить? Признайте, что всегда будет разница между людьми, что все люди разные. И если мы гибкие, мы будем способны адаптироваться и принять эти различия. Я очень рад, когда я принимаю различия людей. Вот это моя толерантность, я к ней стремился, кстати говоря, всегда. И вот то, к чему стремишься, ты этого достигаешь обязательно. Поэтому я много путешествовал, жил в разных обществах. И действительно, я научился принимать людей. Это здорово, это вообще очень круто, когда ты гибкий. Гибкость дает мышление. Только если мы не мыслим, если мы клиповое сознание, это не гибкое сознание. Если там какие-то штампы мы воспроизводим. Родители есть такие, которые одно и то же говорят всю жизнь. Ну и то же. Одни и те же выражения, всю жизнь. Это же ужас, это настолько негибкий. Конечно, они никогда не примут тот факт, что их ребенок отличается от них. Что он другой, что он личность, автономная, самостоятельная. Они не могут принять эти различия и адаптироваться к ним. Они будут постоянно подавлять ребенка. Считаю, что его отличия это нечто, да чуть ли не преступление. Неблагодарность, да еще там что-то. Вот, негибкий ум. А вот гибкий ум дает возможности такие прекрасные. Принимать людей такими, какие они есть. Я вижу очень много разных типов личностей, людей. Я всех практически принимаю. Я единственное, что не со всеми имею дело, но если ко мне обращаются, то со всеми. Я могу общаться со всеми абсолютно. Но, конечно, не все от меня зависит только, да. В отношениях между двумя людьми двое должны работать над отношениями и над собой. А не один человек. Потому что меня же тоже надо принимать, правильно? Таким, какой и есть. Это работа. Человек не проделывает эту работу над собой, но как он может другим что-то говорить и с другими работать. Первое, в первую очередь, психолог, например, да, работает над собой. Это самый главный человек в жизни, это психолог. Это его, он, если он справился, если я справился со своими проблемами, если я знаю, как с ними справиться, да, я смогу помочь и другому человеку, если я стал счастливым, нет навязчивых мыслей, нет страхов, нет ненависти, еще что-то, да. Прошлое меня не определяет. Если я наполнился любовью, смыслом жизни, я занимаюсь творчеством, конечно, я смогу помочь и так далее. Да, нет ложных убеждений, если я принимаю себя, свои эмоции, там, эмоциональный интеллект и так далее, и так далее. То есть я чувствую себя комфортно, мне хорошо, я не страдаю, я радуюсь, наслаждаюсь жизнью. Конечно, я смогу помочь и другому человеку. Если у меня этого всего нет, так как я помогу? Наши манеры, наш способ обхождения с другими людьми должны быть всегда приятными. Приятными, стараться быть приятными. На самом деле это не сложно. Нужен, опять же, навык и любовь к себе. Можно пошутить, ну вот, допустим, я, да. Ну вот человек заболел, все, грустный. Ну вот одна шутка и уже в этот момент, когда человек слышит шутку и смеется, он не думает о болезни, он чувствует себя здоровым, понимаете. Поэтому и говорят, что веселье лучшее лекарство. Ну где веселье-то? Если мы говорим, что общество больное, так его надо веселить, значит. Правильно? Те, кто любят людей и общество, и себя в первую очередь, или выходят к людям, да. Вот надо выходить с весельем. Только веселье, больше ничего. Но мы верим, что мало кто шутит и веселит, да. В основном-то это борьба за существование, за места, за должности, за статусы. Кошмар. Значит, быть приятным. Приветствуйте людей с радостью и всегда желайте им добра. Добра желать. Ну вот я, ну действительно, и вы в ответ это получите тоже. Вот я вчера был в магазине, да. Пошел я в магазин, и меня там узнают уже. И у меня спрашивают, как дела, все ли хорошо. Люди, ну почти незнакомые, да. Ну вот мы там поздоровались. Я что-то сказал когда-то. С кем-то общался. Уже там, видимо, обсуждали меня и так далее. Что вот такой веселый человек. Позитивный. Ну приятно же это, приятно. Всем желаешь добра. И в ответ ты получаешь добро. Это здорово. Это просто потрясает. Помните, не забудьте, да, помните о том, что надо пожелать всем хорошего дня. Хорошего дня. Когда вы с кем-то убедитесь, что вы уделяете человеку... Что вы полностью уделяете ему внимание. Да. Полное внимание ему. Слушайте внимательно то, что люди говорят. То, что они говорят. Если вы с кем-то находитесь, да, рядом. Внимательно слушайте. Ну вот, действительно, очень ценный совет. Люди все говорят. На самом деле, для внимательного слушателя... Внимательного слушателя невозможно обмануть. Вот меня, например. Когда я полностью погружен в разговор с кем-то, да, внимание стопроцентное мое. Когда я не плаваю где-то в своих мыслях. Это редко происходит. Но иногда бывает. Я себя ловлю, но... Это творческий процесс такой. Значит, я думаю над чем-то таким. Или над идеей, там, какого-то произведения, или песни, или еще что-то. Да, какую-то творческую задачу решаю. Но в разговоре с человеком я не плаваю все-таки, да. Я полностью сосредоточен, сфокусирован на человеке, на том, что человек говорит. Я прекрасно вижу, слышу это. И могу сразу же отреагировать. Я вижу, значит, вот недавний разговор мой. Человек. Что человек говорит, и что он хочет сказать. Раз. Это иногда очень отличается. Я вижу паттерны поведения. Человек хочет производить впечатление, казаться, а не быть. Вот. Над этим работаем. Тратит время свое на переживания по поводу того, как другие отреагировали на него. Что там говорят другие о нем. Тоже сразу реагируем. И так далее. И настраиваю на позитив. На позитив, на нужную волну. Вот. Возвращаю человека к себе. Вот в это состояние, в котором он, ну, работоспособен, активен. Раскрываются творческие потенциалы и так далее. Так что внимание очень важно. Очень важно. Обнимайте ваших друзей и членов семьи. Так как объятия помогают выразить вашу любовь к ним. Объятия, обнимашки очень важны. Очень важны. Это язык тоже тела. Необходимо обнимать людей. Необходимо обнимать людей. Ну, тех, кого вы хотите обнять, конечно. Кого вы хотите обнять, да. Вот. Имеет такую возможность. Мы нуждаемся в объятиях, поскольку они помогают нам вырасти эмоционально. Ну, вот холодные матери, допустим, да, эмоционально тупые, они не обнимают детей своих. У них нет такой потребности даже. Она холодная. И девочка там вырастает холодной тоже, да. Или там сын бесчувственный. Вот что такое эмоциональная холодность родителей. А ведь это наш. Ведь эмоциональная сфера крайне важна. Крайне важна. Мы еще будем об этом говорить, об эмоциональном интеллекте, об эмоциях. Я так промельк вскользь касался темы. Ну, так, по существу, да. Но, тем не менее, тема-то большая. И необходимо развивать эмоции. У нас там много типов интеллекта, да. В том числе, вот этот вот, когда мы двигаемся красиво, учимся красиво двигаться и так далее. Короче говоря, эмоции, красивые эмоции. Часто, почему уродливые эмоции мы выражаем? Потому что не умеем выражать свои позитивные эмоции. Потому что они у нас притуплены. Тупые. Мы же говорим, что тупые, да. Если человек не мыслит, тупой. Если человек не радуется, тоже тупой. Они выражают эмоции позитивные, да. Там смех, умение посмеяться, выразить любовь, выразить симпатию. И так, бояться, даже бояться положительных эмоций. Вот есть такая фраза замечательная. Сейчас уместно ее как раз привести. А вот сейчас приведу вам такую фразу интересную. Насчет того, что Люди. Вот. Мэнди Хейл. Мэнди Хейл. Принадлежит эта фраза. Некоторые люди откажутся от вас просто потому, что вы сияете слишком ярко для них. Это нормально. Продолжайте сиять. Вот. То есть люди не выдерживают положительных чувств, да. И вот так мы высветляем мир. И вот эти вампиры, вампиры, так называемые, да, токсы. А злобыши, они из нашей жизни удаляются. Самостоятельно. Потому что они боятся света этого. Боятся этих положительных эмоций. То есть счастье, это и есть та защита и то, что дает чувство безопасности. Это счастье. Это внутренний свет. Это сияние. Когда это происходит? Когда вот мы себя высветляем. Вот посмотрите ролик мой на эту тему, да. Когда мы раскрываем свой творческий потенциал, свой потенциал развития. Этот процесс роста происходит у нас. И мы сияем, мы учимся, да, радостью, юмором, уверенностью в себе. От таких шарахаются. И к таким не прилипают вот эти вот люди. Я бы сказал, люди с низкой эмоциональной ответственностью. Так что сияйте, сияйте. Это и есть вот эти вибрации. Они вам и дадут чувство безопасности. И вы уже не подвергнетесь никаким цыганским гипнозам, внушению и манипуляциям. Вы будете очень легко распознавать манипуляцию. Потому что они делают вас вежливым, скромным, счастливым, радостным. Все это манипуляция. Я читаю статью уже на бессознательном уровне. Я читаю статью и меня, я чувствую, да, вот этот триггерный механизм эмоционального срыва. У меня все работает прекрасно. Я чувствую, вот, значит, негативные эмоции поступают. Значит, мной манипулируют. Вот я уже обучил свой организм просто. Не говоря уже там о токсах. Самых таких явных. Есть люди интеллигентные, которые пытаются манипулировать, да. Мне, кстати, любят использовать слово уважаемый. Вот это такая пассивная агрессия. Уважаемый, говорят. И как это в одной статье один написал, значит, критикуют своих оппонентов. Обвиняют оппонента. Обвиняют его там в хамстве. И еще там в чем-то. А потом пишут уважаемый. Понятно, что он его не уважает. И что это способ унитить человека, да. Ну вот. Ну то есть счастливый человек, добрый человек, никогда не будет использовать это уважаемый. Без имени. Когда в письме это, в начале, да. Уважаемый господин такой-то. Это форма. Вежливости. Стиль официальности. А вот когда это в ткани речи или там какого-то полемического разговора, то это уже желание унизить и выразить свое превосходство, да. Свое негативное отношение к человеку. Еще очень много играет, большую роль играет контекст и интонация. Мы сейчас будем говорить об интонации тоже. Когда вы даете другим причину чувствовать себя счастливыми, вы тоже становитесь счастливым. Ну, это закон, это закон. Я делаю других счастливым, значит, я становлюсь счастливым. Я делаю других несчастным, я тоже становлюсь несчастным. Все. Люди хотят, есть вот, да, такие мазохисты. Сада мазохисты. Специально провоцируют, чтобы потом страдать, ненавидеть, болеть. Болеть. Любые негативные мысли, эмоции порождают болезнь, да. Ударяют по иммунитету. Вот старые люди даже, вот есть неумные, очень много неумных стариков и старух, да, которые провоцируют конфликты, чтобы страдать, болеть, и чтобы потом вот себя жалеть. Чтобы их жалели все. Что в основе этого? Вот выпрашивание любви, да. Вот эти, вот этот травмированный, психотравмированный, ну, с детства ребенок внутренний, да. И вот треугольник Армена. Преследователь, жертвователь, спасатель. Вот играют в эти игры. Убиваю, убивая все, убивая время, потенциал свой творческий и так далее. Ну, в следующем видео поговорим о том, что, как важно быть с людьми, которые любят вас. Убивая время. Продолжение следует...